хвала тебе наш господь слава тебе боже будь милостью ко мне грешному создав и меня господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй достойно есть я кого истину блажите тебя богородицу пресноблаженную пренепорочную матерь бога нашего счастнейших урвим и славнейшего истину серафим без истления бога слова рожешую сущую богородицу тебя величаем слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови царю небесный утешитель души истинной иже везде сы и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди вселись овны и очистены от всякие скверные спаси блажь и души наши ибо слово твое свидетельствует что никакие прелюбодеи пьяницы сребролюбцы царствие божие не наследует а попадут в муку вечную вместе с дьяволом и огонь не угасает и черни умирает помилуй нас боже помилуй нас ибо так возлюбил бог мир что отдал за нас на казнь на распятие сына своего иисуса христа дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе благодарим тебя господи за великие милости неизрещенные и за этот день которого никогда еще не было во вселенной и мы не знаем что ожидает в нем помоги нам с радостью встретить все что ты допустишь до нас ты дивный наш создатель и посылаешь только добро аллилуйя господи боже наш пошли добрый благовестников миссионеров христианам язычникам иудеям мусульманам их буддистам со словом любви твоей что ты призываешь всех к себе и и даешь им иго благое исполнение твоих святых заповедей ибо верующий в сына божия имеет жизнь вечную и на суть не приходит но перешел от смерти в жизнь а не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем и после смерти он будет брошен в озеро огненное кипящая с верою аллилуйя спаси нас господи и помилуй спаси и сохрани и защити аллилуйя благодарим тебя христе божий наш яко насытилась и надземных твоих благ не лиши нас и небесного твоего царствия но якобы посреди учеников то их пришелось и спаси мир дая им приди к нам и спаси нас аминь слава тебе боже наш слава тебе ибо нет иного бога кроме тебя благодарим тебя христе боже наш за великие и неизреченные милости твоей за святое евангелие которые открывают человеку путь к царству небесному через веру в тебя аллилуйя слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови благодарим тебя господи боже за великие милости явленные к этому миру через иисуса христа умершего за наши грехи слава тебе боже наш слава тебе слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови мы молим тебя господи пошли добрых свидетелей миссионеров которые рассказали бы людям о любви твоей к миру сему за жертву голгофского страдальца за господа нашего иисуса христа аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе не оставь вопиющих тебе господи продли еще мирное время дабы многие могли найти тебя и принести покаяние тебе слава тебе боже наш слава тебе слава тебе прости нас и помилуй ты позволил нам спуститься в этот рог погибели и возвестить о любви твоей ты есть свет ты господи есть жизнь и спасение аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе слава тебе хвала тебе милосердный создатель честь и поклонение слава и благодарение прости нас господи и помилуй как много времени упущено и не шли на свидетельство и многие ушли из жизни непримиренные с тобою прости нас господи и помилуй прости благослови благодарю тебя за ангела хранителя столько лет хранившим слава тебе боже наш слава тебе добрый ангел благодарю тебя за все твои милости и щедроты хвала тебе наш Иисус ибо ты сказал что горе смеющимся ныне ибо вас плачете ибо взглядаете и блаженные плачущие ибо они утешатся прости нас господи и помилуй прости и благослови положи на сердце людям открыть сердце свое к тебе господи ибо нет другого кроме тебя спаситель уповающих на тебя аллилуйя слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь слава тебе боже наш слава тебе ты дал время человеку покаяться и получить прощение в этой жизни слава тебе боже наш слава тебе помилуй наследие твое помилуй вопиющих тебе благодарим тебя христос истинный бог наш за все твои милости и щедроты ты долго терпеливый многомилостивый и не желаешь смерти грешника но чтобы все пришли к покаянию боже мой слава тебе аллилуйя милости твое господи полна земля слава тебе боже наш слава тебе слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя аллилуйя боже милостью будь мне грешному создав имя господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй царь небесный утешитель дух истины и живи с десы и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю приди и селися в нас и очисти нас от всякой скверны плоти и духа аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе за великие незреченной милости твою господи ты возлюбил так мир что отдал на казнь на распятие сына своего единородного иисуса христа дабы всякий верующий не погиб но имел жизнь вечную ибо не послал бог сына своего судить мир но чтобы мир был спасен через него ибо всякий человек делающий доброе он идет к свету дабы явно были дела его а делающие злое не идет к свету чтобы не обличились дела его ибо ты сказал господи что всем нам после смерти придется предстать предсудилище христово при кончине мира и каждому получить соответственно тому что он делал живя в этом теле грешным и тленным и получить соответственно тому жизнь вечную со христом в райских обителях или грешники будут брошены с сатаной в озеро огненное кипящее серое где черни умирает огонь не угасает хвала тебе наш господь слава тебе милосердный создатель ибо нет иного бога кроме тебя столь любящего создания свое аллилуйя прости нас господи и помилуй и благослови помилуй наследие твое дабы всем открылась твоя истина ты говоришь чтобы женщина при молитве имела покров на голове ибо молящееся без покрытия постыжает свою голову а если муж молится с покрытой головой то и он постыжает тебя ты во всем установил законы главенства мужа чтобы в нем видели защиту и всюду царствовала твоя любовь чистая и безмерная святая уподобляющая нас ангелом божьим господи слава тебе близко время отшествия каждого человека с этой земли внезапная смерть или какая катастрофа и человек уже никогда не возвратится время покаяния упущено помилуй господи и находясь здесь в страшном месте тьмы откройся им господи что ты господь и бог что ты спаситель мира ты открылся в любви твоей слава тебе отец сын и святой дух аминь боже будь милостью ко мне грешному создав меня господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй аллилуйя слава тебе милосердный создатель ты дивно велик господь и бог наш ты ты не хочешь смерти грешника но желаешь чтобы все пришли к покаянию и получили прощение грехов и жизнь вечную слава тебе боже наш слава тебе не любите не любите мира не того что в мире этот прелюбодейный мир приготовлен к вечному огню как садом и гоморра прости нас господи и помилуй ибо мир сей уподобился тому миру который ты погубил в водах приноя аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель господь и бог наш аллилуйя мы благодарим тебя господь за эту святую возможность исповедовать тебя мы просим тебя господи пошли добрых проповедников миссионеров чтобы они рассказали о твоей жертве о любви твоей христианам язычникам иудеям мусульманам и буддистам ибо душа каждого человека должна примириться с тобою ибо за гробом нет покаяния и с чем душа предстанет мы на земле должны уподобиться ангелам господи а мы живем как звери и все пороки вмещают в себя человек ты позволил нам вступить в это место тьмы и мрака и рассказать о твоей любви боже мой слава тебе хвала тебе единый вечный бог сотворивший небо и землю воды и все что в них и ты поставил человека хозяином в этой природе дабы он мудро обращался со всем господи нет иного бога кроме тебя возвысь святую православную церковь открой многим еще истину избавить священнослужителей от сребролюбия дабы точности исполняли порученное им таинство не искажали дабы крещение было бесплатным с троекратным полным погружением как заповедано святыми канонами господи прости нас за небрежность господи возвысь церковь твою и священнослужитель освободи от сребролюбия чтобы все делали с желанием исполнить волю твою святую косни сердце патриарха епископа священников смирян даруй духовное рождение свыше и водительство духом святым хвала тебе царь небесный утешитель дух истины всюду присутствующий приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны плоти и духа и спаси благой души наши аллилуйя слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови я сказал буду я наблюдать за путями моими чтобы не согрешить мне языком моим буду обуздывать уста мои доколе не счастивый предо мною я был немы безгласен и молчал даже о добром и скорбь моя подвиглась воспламенилось сердце моё во мне в мыслях моих возгорелся огонь я стал говорить языком моим скажи мне господи кончину мою число дней моих какое оно дабы я знал какой век мой вот ты дал мне дни как пяди и век мой как ничто перед тобою подлинно совершенная суета всякий человек живущий подлинно человек ходит подобно призраку напрасно он суетится собирает и не знает к кому достанется то и ныне чего ожидать мне господи надежда моя на тебя от всех беззаконий моих избавь меня не предавай меня на поругание безумному я стал нем не открывай ус моих потому что ты соделал это отклони от меня удары твои я исчезаю от поражающей руки твоей если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление то рассыплется как от моли краса его так суетен всякий человек услышь господи молитву мою и внемли воплю моему не будь безмолвен к слезам моим слава тебе и благодарения хвала тебе честь и поклонение и монеты нового бога кроме тебя ты позволил нам в это нечестивое место прийти чтобы людям возвестить о тебе что никакие прелюбодеи блудники пьяницы злоречивые наркоманы табакуры не войдут в царство твое человек не знающий тебя он не знает для чего живет и самое постыдное показывает стараясь совратить кого-то какое горе ждет их аллилуйя ты открылся нам к тебе господи и ты послал сказать людям о скором пришествии твоем как некогда перед потопом всюду везде звучала весть о гибели земли ибо земля растлилась и отвергли господа как некогда с содом и гаморра были пожжены тобою за то что мужчины разжигались похотью друг на друга мужчина на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение господи ты всемогущий из страшных правосудий помилуй нас владыка прибуди с нами хвала тебе и иисус не пройди нас мимо именем твоим мы сокрушаем твердыни тебе принадлежит всякая власть господи иисусе христе на небе и на земле и в вышних и в преисподних и всякое колено преклонится тебе и исповедует что господь иисус в славу бога отца аминь слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя мы благодарим тебя господи за многую милость за все что ты открыл это твое мы благодарим ты посылаешь человека в мир как и слово твое и он должен выполнить порученное тобою и вот мы сошли в эти глубины ада где тьма разврат прелюбодеяние где люди потеряли стыд откроем истину твою господи призови их к себе не дай им погибнуть здесь старые и малые сходят с ума от прелюбодейства и блуда и над ними сжалься господи ибо никакой нечестивец пьяница табакур и наркоман они не увидят царствие божие ибо тело наше ты назвал храмом и кто разрушит этот храм того покарает господь ибо он разрушил его а не послужил тебе как ты заповедал чтобы мы всем умом всем сердцем всей душой всей крепостью возлюбил и исполнить и и Он утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе. Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертву приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне. Милость твоя, истина твоя, да охраняет меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их боли, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие по гибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются веселяться Тобою, Господи, все ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно. Велик Господь! «Слава Тебе! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя, избавитель мой, Боже мой, не замедлий! Велик Господь! Господь Акбар! Аллилуйя! «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! За все Твои милости и щедроты благодарим Тебя! Ибо когда Адам согрешил, то он спрятался от Бога. И Господь спросил, не прикасался ли, не ел ли от запретного древа? Тебе, Господи, слава! Тебе хвала, счастье, поклонение! Тебе, Господи, пошли верных Твоих проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеи Тебя наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Спаси нас и помилуй! Ты сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! И советуешь людям купить мазь Твою, дабы увидели, что они наги! И чтобы скрыто было это бесстыдство, помилуй нас, Господи! Открой уши, дабы слова Твои дошли до слуха! Пошли, Господи, проповедников, миссионеров! Слава Тебе! Боже Тебе! Хвала Тебе! Зачем молишься? Так, вы что-то хотели узнать? Зачем вы молитесь в чат рулевский? Затем, чтобы мы опустились в эти глубины ада! Здесь блудилище, раздетые, показывают органы ненужные! Срамоты такой во всем мире нет, которые люди сюда приходят! Прелюбодеи будут в огне вошлись! Так и есть, да, так согласен, так и есть! Блудники, пьяницы, злоречивые, табакуры, наркоманы! Они будут с дьяволом в огне гореть! И мы пришли, чтобы сказать это людям! Да помилуй нас! А вы такой веры? Какой веры? Век какой? Какого веры вы? Православные? Мы православные! Вы же видите! Откуда вы? Город Барнаул, Алтайский край! Ну это бесполезно, понимаете, не молиться! Надо просто говорить в это! Да! Говорить надо! А откуда вы знаете, что бесполезно? Вы молились, говорили? У вас опыт! Нет, нет! Это же дьявол придумал! Дьявол! Вы не знаете это! Мы вот сколько? Три недели находимся! Уже сколько людей, которые стали слушать! Господь говорит, будут они слушать или не будут! А ты говори! Они против тебя будут бурным ветром! А я тебя скалой сделаю! Все покорится под ноги его! Земных, небесных и преисподних! Вам надо больше... Так, а кто вас так раздел-то ободрал? Где-то попали разбойникам или как? Почему голые-то? Нет, нет! Просто сейчас попойся, отец! Тут много раздетых почему-то! Я подумал, что в баню пошли, наверное! Нет! Нет, у меня дом просто ремонт идет! У меня дом тепло! Интересно! Как будто все ремонтники собрались сюда! И старые, и малые! И все раздеты! И все органы показывают! Я думаю, к гинекологу пришли, может быть! А это же не положено! Мусульман! Понятно, что значит! Примерно 80% мусульман! Я говорю, а почему вас так много-то здесь? Они не говорят! Я говорю, я вам скажу! Почему? Потому что вы блудливые жеребцы! У вас 4 жены дома! Их купить надо! Колым! А здесь 44 даром! Вот еще сюда пришли вы! Нет, я еще не пойму здесь... Что здесь сидеть? Потому что здесь вообще... Я, в принципе, вчера включил! Я не включал для этого! Вот, скажите! Если по скайпу будете говорить с кем-то... Ну, в ютубе! Вы тоже раздетые будете? Или оденетесь? Нет, я вас, смотрите! Я же одет вот! Я на штанах сижу! Ну, штаны-то недолго скинуть! Так не делает! Понимаете? Нет! Это понятно! Если бы вы один были таких... Ну, вот мы посмотрели! 50 человек! Из них 49 раздетые! И не то, что все ремонтирует! Нет! Это блуд! Он показывает! У меня тело хорошее! Для блуда готовое совокупляться! Иди сюда! Я вам расскажу все, что думаете! Сюда приходят люди... Прожженные блудники! Доброму человеку раздеваться не надо! Женщины раздеты! Понятно! Трясут грудями! Мы сейчас так и глядели! Она развернулась с задней части и все показывает! А мне что? Поехало! Бальные! Бальные! Ни одной раздетой мусульманки нету здесь! Их учат! Если и увидят, что она раздетая здесь, то она может живой не уйти домой! Ой!